Приветствую вас, дамы и господа, и мы продолжаем играть в Майсамыкару. Алкаш до сих пор на месте, поэтому я решил не терять время и продать пока что всю брагу, которая у нас есть. Заработать немного. Давайте вот отсюда покидаем прямо пустые бутылки. Так будет гораздо быстрее, чем туда-сюда бегать. Почему-то некоторые бутылки у меня уже заполнены. Видимо, они случайно как-то попадали в это ведро и наполнялись автоматически. Осмелюсь предположить. Не обязательно, по всей видимости, крышку открывать даже. Сейчас можем, кстати, это и проверить. Так, закидываем именно пустые бутылки, чтобы у нас еще и сок остался, и можно было им насытиться в случае чего. Так, ну, наверное, этого должно хватить. Ну-ка, давайте попробуем. Нет, смотрите. У меня не особо это получается. Ну-ка, если я засуну прямо бутылку туда. Нет, тоже бесполезно. Странно, каким образом заполнилась одна из бутылок самостоятельно, если крышку я не открывал. Только сейчас я вскрываю. Наслаждаемся запахом. Ну и давайте все это дело продавать. Он вообще работает сегодня? Сейчас точнее. Братан. Может быть, это он так спит с открытыми глазами. Да, похоже, принимать брагу он сейчас в это позднее время отказывается. Ладно, тогда давайте разольем по бутылкам. Замечательный напиток. Здесь как раз-то и переночуем. Вот уже глубокая ночь, и на утро продадим, распродадим всю партию. Все, весь напиток я разлил по бутылкам. Сейчас мы попьем немного водички. Здесь есть водоколонка. Надо бы, наверное, перекурить перед сном. Да, давайте так тоже поступим. Одну сигаретку скурим. Смотрите, какая прекрасная картина. Хоть фотографируем, но, к сожалению, я где-то посеял фотоаппарат. Я, по-моему, брал его с собой, но куда-то его закинул. Возможно, он в лодке до сих пор, кстати, остался. Так, быстро скурим сигарету. К счастью, загореться нельзя. Точнее, устроить пожар в грузовике нельзя, когда спишь. Так что, в принципе, можно курить и на постели. Все, ложимся тогда спать. Посмотрим, исчезнет он перед нашими глазами или останется. И будет ли он после этого сразу же принимать браку. Или придется на какое-то расстояние отойти. И также будет неплохо отлить. Так, он не исчез. Давайте попробуем дать ему напиток. И да, он сразу начинает проверять. Так, отлично. Потом он залез на зонтик. 170 марок. В комментариях мне писали, что даже если 9 упаковок сахара добавлять все равно, он заплатит 170 марок. Но, наверное, если 9 упаковок сахара вбухать, то, может быть, быстрее приготовится брага. Так, ну что ж, продаем все. Снова навариваем кучу. У нас будут деньги. И дальше действуем по плану. Наверное, сейчас попробуем отжать бабло у должника. Но мне кажется, все-таки он нам не даст ни хрена. Так что рассчитывать на это, может быть, и не стоит. Потом будем возвращаться либо домой, либо к механику. То, хотелось бы знать, закончил он с моим автомобилем или нет. Проверить, к сожалению, никак нельзя. Если бы я модификацию на мобильный телефон поставил, мы бы тогда в курсе были, закончил ли механик работы уже или нет. Итак, 3570 марок мы получаем. И в итоге у нас 13370 марок. Я даже не знаю, на самом деле, что покупать на эти деньги. Я купил... Да, наверное, надо карбюратор купить и заказать. Ну, и, может быть, выхлопную трубу еще. Что-нибудь помелочи, в общем, не особо дорогое. Так, ну что ж, с алкашом мы прощаемся. И едем теперь... И едем теперь к повороту. Работать говновозом вообще никакого желания нет. Все постепенно превращается в рутину. Ну, если бы в самом начале прохождения у меня был хоть какой-то энтузиазм, то сейчас абсолютно не хочется работать ни на тракторе. Про трактор вообще забыть хочется. Как про страшный сон. Не хочу даже в него садиться. На говновозке работать нет желания никакого. Только есть желание только играть в карты со свином. Потому что, ну, есть какой-то азарт присутствует. Так, ну что ж, мы подъезжаем к нему, да, или нет? Он же здесь? По-моему, он здесь. Ну, точнее, должен быть здесь, но его нет. Блин, а где же этот сукин сын? Когда он появляется? Неужели он действительно никогда больше не вернется? Так, ну здорово. Чем мы займемся в таком случае? Поедем домой, что ли? Оплатим все счета. И потом направимся к механику. Я думаю, счета могут и подождать на самом-то деле. Зачем-то вторую передачу включил. И домой нам нужно только для того, чтобы начать изготавливать следующую партию браги. Разве что это теперь мой основной источник дохода. Помимо азартных игр. Помимо Blackjack. Либо рискнуть и поехать к механику в надежде на то, что автомобиль готов. И сразу же пройти технический осмотр, а потом поехать уже домой. Я вспомнил, что нам нужен треугольник. А он в тракторе. И все же решил направиться домой. В таком случае направимся домой. Сразу же начнем изготавливать следующую партию браги. Затем прыгаем обратно в грузовик. Едем к механику. Смотрим, готова ли машина. Если не готова, можно со свином поиграть. Переночевать. И на следующий день подъехать к механику. А если готова, сразу постараемся пройти технический осмотр. Но скорее всего мы не успеем. Но я опять же не помню по каким дням работает технический осмотр. И до скольки. По-моему до то ли шести, то ли до восьми вечера. Может быть даже до четырех. Так что неизвестно сумеем ли мы. Даже если все сложится хорошо, сумеем ли мы пройти технический осмотр сегодня. Но особо не горит. Мы особо в принципе не спешим. Потом пройдем технический осмотр. И будем наверное возвращаться домой. Дожидаться каких-то звонков, заданий. И постепенно готовиться уже к нашему первому свиданию. Главное, чтобы машина вела себя нормально. И сумела проехать без каких-либо поломок. Хотя бы километров, не знаю, 200. Хоть немножко. Хотя бы, чтобы она сумела выжить на свидании. Этого в принципе достаточно. А потом поставим радиатор новый. Он уже у нас приобретен. Поставить придется руль старый. Для того, чтобы напярить все эти чехлы. Да, так что нам в любом случае на Сатсуме нужно будет возвращаться домой. Вот, а затем можно заказать... Можно сейчас даже заказать карбюратор. Чтобы время опять же не терять. Можно заказать новый карбюратор. Выхлоп, наверное, выхлопную трубу. Новую. Глушитель. Можно и глушитель. Он дешевый, по-моему, новый глушитель. Что еще для стабильной работы автомобиля? Я уже и забыл, что там еще про это. Ну, датчики мне не нужны, наверное. В ралли... Настраивать машину я вряд ли буду. Если что, отдам на тюнинг механику. В ралли очень сомневаюсь, что я буду участвовать. Но хотя... В свежем обновлении теперь гораздо проще проходить ралли, потому что есть взаимосвязь между кадрами в секунду игровыми и таймерами, которые устанавливаются игрой. Так, ну вот мы уже и дома. Давайте сейчас подъедем сначала к почтовым ящикам. Так, тихо. Хотя, мне кажется, я не достану слишком высоко. Или достану? Ну-ка. Сейчас откроем окошко. Дальше что ты можешь делать? Так, тихо, тихо. Не надо никуда уезжать. Стой на месте. Блин. Хотел открыть окно, открыл дверь вместо этого. Кстати, высунуться не могу, когда чуть-чуть спускаю стекло. Так, ладно, но я в любом случае не достану. Придется все-таки выходить, а то я уже разленился. Так, не тут почтовый ящик открываю. Так, телефонная компания. 120 марок оплачиваем. Счет за электричество 200 марок. Закрываем почтовый ящик и направляемся уже домой. Но помимо этой рутины, помимо этой рутины и помимо того факта, что многие элементы игры уже, естественно, приелись за 500 часов, создается уже ощущение родного края, так сказать. Появляются интересные эмоции, когда я проезжаю по окрестностям. Это для меня уже некий дом. Так, ну что ж, выходим. Наверное, мы заглушимся. Так что, какой-никакой новый опыт я получил. Но его очень мало, конечно. Так, осталось нам найти сахар. Блин, слушайте, а я не купил дрожжи. У нас последние дрожжи были, а я не купил. Да, похоже, мы не сможем сделать. Как же ярко. Вот телефонный звонок сразу же. Хотел вырубить из розетки. О, отлично. Автомобиль готов. Но проблема в том, что брагу, новую партию браги я подготовить не смогу. Так что, наверное, мы сейчас разворачиваемся, забираем треугольник. Можно даже на универсале подъехать, кстати. Мы все равно будем нашу машину забирать. Да, давайте, наверное, поедем на универсале в таком случае. Пусть универсал там останется. Возьмем с собой канистры. Вот здесь вот сахар остался у нас. Пустая бутылка. Что у нас здесь? Еще инструменты, кстати. Возьмем ли мы их с собой? Наверное, да, на всякий случай. Так, берем отвертку. Канистры. Все, да, больше ничего у нас нет. Может быть, где-то завалялись, дрожжи. Ну, ладно, на самом деле не горит. 13 тысяч вполне неплохая сумма. Плюс я у свина могу отыграть. Давайте закажем, что я там хотел. Так, спойлеры всякие. Мы не будем. Диски потом заберем возле свина. Кстати, нужно не забыть. А, тонировку, кстати. Я тонировку не купил, а тонировка, по-моему, нужна для свидания, кстати. Так что надо сейчас обязательно как минимум тонировку приобрести. Так, что еще? Что еще? Карбюратор давайте за 1750. Можно вот этот маховик или как он там называется взять. Давайте помелочь вот так вот возьмем. Так, трещотки мне в принципе не нужны. Этот карбюратор мне тоже не нужен. Ремни безопасности не нужны. Руль не нужен. Подвеска не нужна. Все, все, оформляем. Берем конверт и поехали. На универсале топлива, наверное, хватит, хотя там не так уж и много осталось. Ну, до механика доехать точно хватит к механику приехать. Все, забрать осталось треугольник. Поехали. Отвертку я взял. Забрать осталось треугольник и можно уже направляться к нашему автомобилю тестировать. Я надеюсь, нам удастся хотя бы дотянуть до города на Сатсуме. В прошлый раз я то же самое делал. Заводской тюнинг заказывал и в итоге машина себя более-менее нормально ввела как раз-то. Я вполне себе продолжительные поездки организовал. Так, подъезжаем к трактору. Я надеюсь, я не потерял, никуда не делся этот треугольник. Выходим, да, вон навесим до сих пор. Снимаем треугольник. Все, и можно ехать. Мужик так и не появился, но, видимо, он появится в следующий раз, когда у него канализация заполнится и не заплатит нам, короче, скорее всего. Так что забудем. Придется забыть как-то об этих деньгах, закрыть на это глаза. Мы его больше никогда не увидим. Скорее всего, он уехал из страны уже. Давным-давно покинул Финляндию. Да, вот такие вот дела. Все пытаются меня обмануть, а я со всей душой подхожу к людям. Я, кстати, ни разу не подвез алкаша. Нужно будет тоже этим заняться. Когда у нас будет свободное время, когда мы будем ждать свидания, как раз ждать сен-заветного звонка, можно поотвозить алкаша, например, чтобы продвинуть историю и затем помочь ему с переездом. Правда, тогда мне придется каждый раз в город ехать, если я захочу очередную партию продать. Я, наверное, брагу буду в городе оставлять в таком случае, чтобы туда-сюда не таскать. Буду изготавливать на месте, источник воды там есть, сахар можно купить и дрожжи в магазине. Не так часто, кстати, получится делать брагу, потому что теперь поставки только по четвергам или по средам. Так, ну что ж, вот здесь мы останавливаемся, хотя надо было поближе, наверное, ну ладно, ничего страшного. Глушим наш автомобиль, закрываем кейс и сейчас побросаем все это барахло, канистры, сахар, кстати, до сих пор остался, ну сахар пусть здесь валяется, наверное. Так, и обязательно, обязательно конверт. Надо не забыть закинуть почтовый ящик, когда будем в магазине. Ну давайте смотреть. Так, ну я вижу, что покрышки, да, поставили, лобовое стекло. Сначала мне показалось, что оно отсутствует, но оно имеется, все замечательно. Открываем двери. По-моему, подождите, я двери прикручивал. Открываем двери и, к сожалению, встречаем сразу первую проблему. Я и подумал, что-то странно, что появился значок снять дверь. Так, ну ладно, ничего страшного, я как раз-то взял инструменты. Сейчас прикрутим дверь обратно, нужно только вспомнить, каким ключом это делается. Так, закидываем остальное барахло, канистра, осталось еще и ключи. По-моему, ключом на 10, что ли, или на 8, где-то. Где-то так. Странно, я закручивал дверь. Почему она раскрутилась, не очень понятно. Давайте аккуратно установим. И кузов, кстати, из-за этого помялся, по-моему, немного. Так, теперь мы открываем кейс и давайте начнем, наверное, с ключа на 8. Скорее всего, там побольше какой-то. Да, видимо, на 12, можно мне даже, ну давайте на 10, сразу скаканем. Так, на 10. Да. Закручиваем дверь и сейчас попробуем завести. посмотрим на поведение машины с полностью стоковыми заводскими настройками и деталями с радиатором дерьмовым. Я надеюсь, жидкости не вытяглю. Так, все, дверь закручена. Открывается без проблем. Загружаем сюда. Можно прямо сейчас перекусить, но, наверное, я не буду этого делать. Так, загружаем сюда всякий мусор. Можно в багажник засунуть треугольник. Закрываем. Так, канистры загружаем. Одна из них пустая, по-моему, так что придется заправить инструменты. Тоже мы забираем, закидываем куда-нибудь назад и не забыть нужно письмо. Наверное, я все-таки не успею уже на технический осмотр. Посмотрим. Все зависит от того, как машина себя будет вести. Ничего ли не сломо. Блин, я даже хочу сейчас сохраниться. Мало ли что может произойти. Но, наверное, постараюсь доехать сначала, потом сохранюсь. Так, пристегиваемся. Заводим. Она не заводится. Вообще ничего не работает. Приборка даже не сгорается. Классная, классная настройка двигателя, что я могу сказать. Так, давайте смотреть. Дверь почему-то он мне открутил. Аккумулятор есть. Прикручен он. Вроде как да. Да, аккумулятор есть. Аккумулятор закручен. Вряд ли он разрежен. Все вроде прикручен. Странно. Может быть все-таки аккумулятор сел. В общем, скорее всего сел аккумулятор. Может быть я фары оставил или приборку или что-нибудь в светсалоде, например, я не знаю. И аккумулятор через сутки сел. У меня на самом деле дежавю как будто уже такое было. Так, ладно, давайте возьмем письмо, тогда придется нам ехать в город за аккумулятором, куда я письмо-то засунул. Не могу найти. Вон, ну, по-моему. Да, отправим письмо, тогда поедем сейчас в город, придется универсал заправить. Отправим письмо и вернемся с новым аккумулятором. Я надеюсь, я успею еще и пить очень сильно хочется. Может быть, остановимся по пути и попьем. Не стал я даже к свину заезжать. Я думаю, достяну до магазина, быстро куплю пиво, отправлю письмо. Но сегодня тогда этих осмотров, я думаю, мы не пройдем. Скорее всего, я уже опоздал. А мне еще нужно возвращаться назад, прикручивать аккумулятор, если дело в нем. но, наверное, в нем. Потому что у меня есть что-то такое воспоминание связанное с аккумулятором, что мы его меняли у механика именно. По-моему, в прошлый раз абсолютно все то же самое было. Я либо что-то действительно забыл выключить, либо, не знаю, каким-то образом аккумулятор разряжается. Надо было его вообще вытащить, наверное. Но об этом тогда об этом я не вспомнил. сейчас, когда ситуация повторилась, присутствует чувство дежавю. Так, ну что ж, вот мой магазин. Блин, у нас сегодня похоже свидание. По-моему, на прошлой неделе в этот же день было свидание или нет, или мне кажется. Привет, привет, все ждешь? Я, видишь, на каждое свидание прихожу просто просто уведомить тебя о том, что я еще не собрал до конца машину, не сделал. Так, покупаем пиво, ящик сразу же оплачиваем и пьем. Пока от жажды не сдохли. Так, ну и аккумулятор минус 500, минус 500 марок. Может быть, свечи, кстати? Давайте, на всякий случай, свечи еще включим, ой, включим, купим. Так, и немного, наверное, еды все-таки было бы неплохо приобрести. Так, что мы... Давайте сосиски купим. Да, до сих пор, как вы видите, бутылок, бутылок с соком нет. Так, все, приобретаем. Хотя сегодня мы уже точно не успеем технический осмотр пройти, так что можно и не спешить. Я заправил универсал, а потом вспомнил, что не взял с собой канистры. Я их тоже хотел заправить. Канистра из-под бензина, из-под бензина, по-моему, пустая. Так, никак не могу достать письмо. Отправляем тогда письмо. Я, наверное, засейвлюсь, и только потом мы поедем к механику решать, что с нашим автомобилем. Решать проблемы, которые у нас возникли. Может быть, это из-за аккумулятора, может быть, это, не знаю, из-за стартера, из-за генератора. Свечи попробуем поменять и там посмотрим. В случае чего воспользуюсь редактором сохранения и хотя бы проанализирую и узнаю, в общем, проблемы. Да, так что на этом мы закончим. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч.